Не менее увлекательный вид отдыха и спорта на воде – рафтинг. Здесь многое зависит не только от профессионализма спортсменов, но и от качества их снаряжения. О моде на надувные плоты и сколько стоит такое надувное удовольствие в нашем репортаже. Рафтинг – это сплав на надувных плотах по бурным рекам. Очень опасный вид спорта, поэтому в нем крайне важно надежное и живучее снаряжение. Это очень специфичные лодки для спорта, спортивного туризма, сплавов. Это те лодки, которые терпят гигантские нагрузки на воде и в процессе эксплуатации. Здесь, в Петербурге, производят лодки для профессионалов. Не только конструкторы, но даже рабочие сами имеют медали в рафтинге, поэтому стараются как для себя. Могу честно сказать, что никто из российских производителей так не работает. Производители «Байдарк» и «Рафта» все делают типовую, стандартную продукцию. У нас практически каждая лодка – это индивидуальная. И она имеет свою уникальность. С каждым клиентом обсуждается, какую он хочет лодку – от цвета до формы. Учитывается даже водная мода. Оказывается, бывает и такая. Сейчас потребитель хочет сверхлегкие, чтобы лодка весила полтора-два килограмма. Можно было взять с собой на велосипед в поход и свободно таскать. Качество товара выше европейского, но выручка компании не превышает 15 миллионов рублей в год. Причина обидная. В России больше любят лежать на диване, чем сплавляться по рекам. В Германии, в Турции, в Чехии или в Америке там гораздо больше людей пользуются, вернее, увлекаются данным видом отдыха. И для них естественно и нормально, чтобы в каждой семье была по надувной «Байдарке», ну, либо пластиковой «Байдарке». То есть для них это, ну, как держать велосипед. Заказов от профессионалов тоже немного. Цена кусается. 160 тысяч для российского спортсмена – огромные деньги. Рафтинг до сих пор не является олимпийским видом спорта. И государством слабо поддерживается, финансируется. И в основном все-таки сами спортсмены скидываются, либо привлекают какие-то спонсоров и покупают продукцию. Плюс мы, например, спонсируем чемпионов мира, действующих команду из Красноярска. Вот и приходится выкручиваться, кроме лодок, выпускать все, что можно надуть из ПВХ. Аттракционы, батуты, платы для МЧС. Или надувные палатки для Минобороны. Каркас у нее надувной. Из тонких надувных баллонов. Накачивается каркас, сверху также натягивается тент. Все это быстро сворачивается, разворачивается. Но все же любимые детища производителей именно рафты. И несмотря на трудности, они планируют увеличить оборот в 2-3 раза. Крупные партии заказала Турция. Там уже осознали, что наши лодки гораздо лучше китайских.